здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале извините за картинку без освещения я тут немножко запуталась техники но очень интересная тема которую вы мне прислали я не смогла оставить без внимания ситуация произошла на факторе by так называемом это песенный конкурс белоруссии где таланты ищут свое признание и певица млада выступила она же наталья чуприна не честно говорю я раньше не знала кто она такая голос потрясающий но честно скажу я не совсем ее поклонница да действительно я считаю что женщина талантливая так вот против нее выступил один из членов жюри этот стас ерушин но ольга бузова за нее заступилась и давайте разберем этот конфликт дело в том что я могу назвать сразу этот конфликт как встретились два манипулятора и выводы мы сделаем в конце обязательно оставайтесь до конца здесь короткий будет разбор и так я включаю первые фрагменты мы начнем разбирать манипуляции млады и так сразу обратите внимание как она разговаривает с ольгой бузовой надо безусловно здесь можно это трактовать как будто она пытается быть незаметной как то вот протиснуться да но знаете это очень классный психологический прием когда ты хочешь чтобы человек что-то для тебя сделал вот это вот присаживание на на корточки да она сравнивается психологически с тем что как будто ты на колени стал перед человеком и значит это первый момент потом обратите внимание как она ведет диалог она смотрит в глаза это тоже такой хитрый прием для того чтобы поймать взгляд для того чтобы через взгляд еще отправить определенный посыл посыл у нее в виде просьбы кроме того она держит ольгу за руку и ольги просто не остается никаких шансов ей отказать здесь конечно же очень грамотно она повела себя вот с точки зрения именно манипуляции да но мы прекрасно понимаем что у человека очень важно сейчас вот решить этот вопрос поэтому она идет на все хитрости на все манипуляции для того чтобы достичь определенной цели давайте дальше наблюдать и вот смотрите по поводу вокала и педагога она во первых голову к плечу да что говорит о неуверенности это как же не знаю тут бывает либо плечо наверх идет либо голова к плечу да и здесь вот она сама себя опровергнет буквально вот там чуть-чуть подождите сейчас я вам покажу смотрите продолжает давить на ольгу как на слабое звено вполне возможно так назвать это да ну в общем что есть то есть но знаете уволилась с работы здесь я не вижу печали не вижу никакого отчаяния и уволиться с работы это не ну скажем в наше время работы много и если человек действительно талантлив и профессионал в своем деле конечно же найти другую работу ей будет несложно или вернуться на эту если она действительно хороший специалист но видимо что-то не устраивало в работе я сейчас просто знаете я стараюсь не быть ни на какой стороне я просто сейчас вот разбираю все что вижу по наталье потом мы перейдем на стаса поэтому сразу не переживайте я ни в коем случае ее не не пытаюсь как-то замочить но ну то что я вижу то я озвучиваю то есть то что она ушла с работы это не вызывает в ней печали вот так я бы сказала да то есть это для нее аргумент для манипуляции скорее нежели действительно это вызывает в ней какое-то не знаю какие-то негативные эмоции это чувство и у меня вот срабатывает знаете какой наташенька момент вы знаете как запрещенный прием зачем вы уволились с работы ради этого вот я не понимаю просто смотрите как он задает ей вопрос по поводу этой самой работы с которой она уволилась этот аргумент она сама привела для того чтобы усилить свои манипулятивные как ну ладно не манипулятивные для того чтобы усилить свои позиции да но смотрите что она делает но вы видите она не отвечает на этот вопрос почему да потому что произнести его да вот воздействовать на собеседника намного проще чем объяснить а в объяснении может быть ей эта работа давно не нравилась либо ее ну много вариантов того уволилась она и может она и не уволилась может она сейчас просто вот знаете наваливает все свои проблемы для того чтобы все-таки попасть на этот конкурс поэтому здесь конечно же на лицо манипуляция вместо ответа она обращается к ольге то есть это как-то странно да и при этом приподнимает челюсть когда говорит кстати когда с ольгой говорит да она чуть приподнимает челюсть и предлагает ей быть ее педагогом извини здесь вот роли такие да я понимаю что она у нее лучше голос чем у ольги да и таланта больше и все такое но здесь конечно же вот руку которую тебя кормит вот таким образом по сути это оскорбление да но здесь человек пытается ухватиться за соломинку и в общем-то ее можно здесь понять тоже да поэтому ну как бы вот я отмечаю то что вижу да ну как бы мне это не нравится и ольге это не нравится обратите внимание как она реагирует видите ольга приподнимает челюсти и думает боже мой ты ты в своем уме да вообще преподавателем по вокалу ну как-то вот не очень по крайней мере озвучивать это на публику не стоило да поэтому здесь она конечно же ляпнула лишнее господи как это страшно я мне 50 лет что значит мне нужно пойти умереть что ли но таким-то нам сказала как будто она уже собралась умирать или что в 35 лет много известных певцов певиц которые действительно прославились уже во второй половине жизни я сейчас не буду приводить примеры но это нормально есть ну путь к славе он у каждого свой да и и в общем то ставить в упрек членам жюри именно этот факт как-то очень странно но здесь идут все факты все аргументы для того чтобы все таки склонить членов жюри на на то чтоб ее все таки взяли да то есть максимально нагнетает приводит абсолютно все слава богу не дошло что там кошка голодная сидит ждет или еще что-то подобное возьмите меня пожалуйста это мой игру последний шанс выйти на сцену но за уж я понравилась зал его понравилось кстати насчет зала я должна сказать вам такую вещь а вот нам с вами показывают определенную картинку и зал как бы говорит нет на самом деле зал не говорит нет зал говорит то что ему покажут там в зале сидят специально обученные люди которые показывают что надо делать когда нужны аплодисменты они начинают хлопать их весь зал поддерживает я сама снималась на телевидении и это прекрасно знаю там схема отработанная сидят несколько человек да вот и они вот руководят этим всем процессом поэтому вот этот фактор пожалуйста не учитываем залу как понравилось так и не понравилось но честно скажу мне очень понравился ее голос у нее очень чистая звук чистый да и я не профессионал но как потребитель да я считаю что действительно женщина очень талантливая но вот сейчас данной ситуации вот эти все манипуляции они как-то ну too much ну вот как-то слишком опять нет печали но возможно держится до каким-то образом что все плохо и ну вот как-то да и кроме всего прочего нечего есть но здесь смотрите конечно же в чем-то она переигрывает это сто процентов конечно же но некоторые моменты ну прям слишком слишком вытягивает слезу да при этом я не скажу что действительно женщина в отчаянии но я вижу человека который четко идет к своей цели у нее мотив очень четко понятен вот это вот самое главное в этом конфликте то что у натальи есть мотив и она его отрабатывает как может вот здесь вот знаете вот мне кажется у нее даже надо брать пример в какой-то степени да ну где-то может быть это и наглость где-то и какие-то другие качества но вот то что она идет к своей цели я аплодирую стоя молодец да а теперь давайте посмотрим другого участника конфликта а он находится в жюри это стас ярушин и посмотрите его реакцию на то как она вышла я не понимаю вот одного почему он так увлечен лично у него все реакции слишком личные вот если у нее личные реакции они ну объясняются мотивом какой мотив у стаса я не знаю вот объясните мне пожалуйста в комментариях что движет этим человеком давайте смотреть секундочку вот смотрите как он смотрит смотрит насупился до лоб выставлен ну это уже второй кадр да вот там маленькие кадры выхватывали его да то он сидел там с сжатыми губами сейчас закрыл рот рукой корпус вперед как бы готов уйти до рукой расширил тело в пространстве я здесь хозяин но то есть вот все жесты превосходства все жесты нетерпения и презрение да вот и вот как-то слишком он да безусловно это может быть реакция на ее манипуляции но здесь она еще не сильно разошлась но кстати здесь еще учитывая что я понимаю процесс съемок возможно что там его накрутили редактора которые вот это все организовывают они обычно очень четко вот эти все конфликты накручивают и вполне возможно что это отчасти даже постанова его накрутили против нее да вот это это в порядке вещей в таких ток-шоу обычно там всех накручивают на определенное поведение и вот конфликт получается не потому даже что люди так реально считают а потому что им скажут что нужно отстаивать вот эту точку зрения если они там колеблются их переубеждают на эту точку зрения и говорят что от тебя зависит вот что ты должен вот прям стоять на своем я допускаю это но нас только вовлекаться эмоционально что он там даже в конце ушел но это как-то слишком на вот он сидит смотрит видите очки задвигает а потом поджимает губы что у нас поза тоже демонстрация нетерпения до идем дальше смотрим смотрите как он реагирует вздох как взрыв просто вот настолько ненависти уже в нем столько агрессии поджимает губы челюсть вверх отводит откидывает от отбрасывает тело да такой прям как удар и и показывает я здесь главный ну то есть вот эта демонстрация кстати шеи вот в таком случае да она говорит о том что он чувствует себя уверенно потому что никто никогда не демонстрирует шею там где он чувствует себя неуверенно а человек может продемонстрировать шею только там где он считает чувствует себя в безопасности либо знает что на него никто не нападет то есть он показывает что я здесь хозяин ну что ты тут передо мной скачешь да ну то есть вот это вот все эти жесты чтобы ее унизить но они на лицо смотрите как опять а вот это у нас как раз замедленная съемка да перед тем как откинуться еще челюстью павел зачем вы уволились с работа ради этого вот я не понимаю просто смотрите с каким отвращением презрением челюсть идет вперед да вот то есть такой ненавистью ну ну к чему это да казалось бы всего лишь член жюри у него из кармана никто не берет никакие ресурсы да для того чтобы она там прошла да да и и можно убрать в первом же этом там я не знаю там есть много миллионы способов чтобы убрать неугодного человека если действительно она такая неподходящая для конкурса да поэтому это это удивительно меня поразило почему он так накрутился на на нее да и почему так агрессивно себя ведет это очень странно видите как он рад что зал сказал нет но опять таки вот зная процесс съемки там скорее всего что редактора организовали чтобы зал сказал нет поэтому зал это не считается вот в данных ток-шоу зал делает то что говорят редактора поэтому здесь спокойно можно не верить знаете за регламент так не дерутся вот я тебе я вам скажу а его единственный аргумент это за регламент вообще странно смотрите он чешет челюсть да и это говорит о том что это его личная драка это это не просто конкурс да где он просто там не знаю за какие-то по каким-то договоренностям там или еще что-то сидит жюри здесь слишком личное задели его за живое и вот в этом случае человек готов драться и вот он по чешу почесывает челюсть и демонстрирует что готов драться за что за регламент ребята за регламент ну то есть он за регламент но настолько серьезно вовлекается как будто и это вообще ну вот и кстати обратите внимание он ни разу не сказал что она плохо исполнила или ему что-то не понравилось в исполнении он просто за регламент это как-то очень странно ребят и здесь конечно же если ее мотивы да вот манипуляторша до 100 процентов манипулирует как может крутится как может но чего и не отнять это то что голос у нее есть и в общем то даже то что ее стиль исполнения на любителя но конкурс он как раз и для того создан дальше чтобы участники пробовали себя в разных направлениях например и в данном случае я считаю что женщина обладает определенными данными для того чтобы идти дальше но почему вот такая реакция у члена жюри причем настолько личная настолько вот прям вот это для меня непонятно и напишите вы в комментариях может быть там какие-то случаи есть может быть какие-то я не знаю какая причина вот такой реакции со стороны этого человека я лично не могу понять но на лицо то что он вовлечен лично вот это очень важно это личная прям какая-то злость личная такая досада и личная агрессия и но вплоть до того что я готов за это драться да и вот вы видели все его реакции это вообще конечно очень странно да я жду от вас комментарии вы объясните если вы в теме объясните мне в чем тут дело вообще потому что ну как-то очень странно это все и непонятно для меня да на этом я буду закругляться надеюсь вам этот разбор понравился он такой мини разбор просто для того чтобы как бы вам показать как это выглядит потому что очень показательно очень интересно оба участника получается этого конфликта показали себя с такой стороны что ну это достойно было разбора надеюсь что вам понравилось а я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока пока